Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро. Это «Родина слонов». Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-Архивного института РГГУ Евгений Владимирович Почелов. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы продолжим разговор, наш трехчастный, я надеюсь, о том, какие были связи у наших династий, которые правили сначала Руссию, потом Москве, потом Россию, потом Российской империи, какие у нас были связи международные, а в какой-то момент они замыкались, вот, как мы выяснили. И, собственно, мы программу закончили на том, что Романовы, благодаря своим вот этим таким религиозным убеждениям и сложной ситуации на международном рынке невест, они замкнулись внутри своей династии, внутри России, точнее. Да, самоизоляция такая произошла. Да, но потом в конце 17 века случился очередной переворот, как это бывает. Вот, пришел к власти Петр Первый, который, в общем, отличался таким бурным нравом и поменял все. Вот давайте начинать с него. Что там случилось? Да, ну, вы знаете, значит, Петр Первый сделал, конечно, великую вещь. Он прорубил окно в Европу, и Россию как-то попытался к Европе приблизить, но он прорубал окно по-разному, в разных, так сказать, контекстах. И один из контекстов, это было, конечно, положение царской семьи, потом императорской семьи. Петр прорвал вот эту изоляцию, то есть он стал вводить династию Романовых в семью европейских монархов. Причем дело на это очень грамотное. Ну, вот если мы 18 век вспомним, так в целом 18 век вспомним, то, глядя на историю, мы, не зная, так сказать, всех этих глубин, для нас будет несколько странным эта ситуация, потому что, да, ну что такое 18 век? Это вот на российском престоле Романовы породнились, и потом на российском престоле оказались какие-то многочисленные немецкие герцоги, принцы и так далее, да. Вот, значит, сначала Курлянская герцогиня, потом, значит, Мекленбург-Швилинская, потом, значит, Гальштейн-Гатторбский, плюс еще были Броншвейгские, плюс еще, значит, Анхальцербская потом принцесса сделалась русской императрицей Екатериной Великой. И в нашем представлении это все непонятно, потому что мы династическую, так сказать, ситуацию совершенно не осознаем того времени, ну, естественно, и не знаем. Ну, какие-то там немецкие мелкие владетельные фамилии, зачем они были нужны? Тут Россия, Романова, огромная, значит, страна, а тут какие-то, ну, знаете, какая Екатерина Великой, да, представления. Какая-то золушка такая безродная, вот чуть ли не в деревянных башмачках, откуда-то из, как сказал Ключевский, из копошащегося глухого угла Европы вдруг пришла к нам, да, и давай, значит, и развернулась. Многие еще это поворачивают так, что немцы захватили, в общем, Российскую империю. Да, и это тоже, конечно, да, знаменитые все эти анекдоты о том, что у нас была немецкая династия, о том, что, значит, романовской крови практически не было, сплошные немцы и прочее, прочее. Так, стоп, а вы уже посмотрели наш новый фильм о Суздальском о поле? Если нет, вы же наверняка считаете, что если поле много столетий подряд перепахивалось сначала плугами, потом тракторами, то оно не несет никакой исторической информации. И археологи, просто пройдясь по этому полю, собирая находки, даже без раскопок, не могут рассказать о том, как было устроено село в X веке, как была организована конкретная усадьба, как она менялась с течением времени, и где там играли дети, где тусовались мужики, а где девушки занимались придением. Да нет, вполне себе могут. Кроме того, если вы не видели этот фильм, вы наверняка думаете, ну так вам рассказывали в учебниках, что Владимира Суздальская Русь до монгольского нашествия была глухим краем, где русские прятались от набегов кочевников. Но вы наверняка не знаете, что там было развитое сельское хозяйство, население было больше, чем сейчас, а лесов даже меньше. В общем, обязательно посмотрите наш новый фильм «Воскрешая забытую историю Руси», который мы сделали вместе с Институтом археологии РАН. Вот это все такие расхожие мифы, которые основаны на том, что нет понимания того, чем на самом деле была эта политика. Но о немцах мы поговорим немножко позже. Сначала я хочу сказать о Петре, что же сделал Петр принципиально. Давайте посмотрим на то, как он устраивал браки своих родственников. Петр получил наследство в семью, в которой было достаточно много женщин. Мужчин было значительно меньше. В основном была женская семья Романовых. Вот эти царевны, которых, значит, надо как-то все-таки попытаться пристроить. И Петр совершил этот прорыв. На чем это было основано? Это было основано на том, что религиозный аспект, он перестал играть значимую роль. То есть вот этот вот принцип, что нужно, значит, православное, переходить в православие жениху, например, да, он абсолютно ушел, или невесте даже, он абсолютно ушел в сторону. То есть это веротерпимость Петра и вот такое, значит, достаточно спокойное отношение к вопросам веры, оно позволило вывести семью Романовых в свет, если можно так сказать, европейский свет. Теперь, как Петр выстраивал эту политику? Значит, самый первый брак, который был заключен, 1710 год. Началось, значит, прорыв начался в 1710 году. В 1710 году Петр выдал одну из своих племянниц. У него были три племянницы. Это дочери старшего брата Ивана Алексеевича, который скончался в 1696 году. Значит, там была Екатерина, Анна и Проскоя. Вот три, значит, девицы, которых можно, как говорится, использовать в династической политике, так грубо выражаясь. Он выдал Анну за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. Ну, были большие торжества. Герцог приехал в Петербург, были большие торжества, очень долгие, как это водится, мощные такие. Петр любил повеселиться и празднества различные. Ну и потом они поехали, значит, в Курляндию. Столицей Курляндии был город Метава, это город Елгова нынешний, в Латвии. И по пути назад Фридрих Вильгельм скончался. Фридрих Вильгельм скончался. То есть Анна оказалась в Давице. Настолько хорошо погуляли? Да, хорошо погуляли. Анна оказалась в Давице достаточно быстро, значит, после брака. Она вернулась в Петербург. Ну, что делать, да? Значит, муж умер, что ж... Она вернулась в Петербург. Петр приказал ехать в Курляндию. И она сидела в Курляндию, она вернулась в Курляндию. А слушаться Петра она не могла. Ну, он, конечно, пользовался колоссальным авторитетом в семье. Она просто боялась его, как его вообще все побаивались. Вот. Тем более женщина, да, это же психология, так сказать, женщина еще 17 века. Вот. Анна отправилась туда. Ну, представьте себе, что Анна на протяжении 20 лет сидит там в Курляндию. Ну, конечно, там есть русские резиденты, но вокруг это вот курлянское, отзейское дворянство, немецкое в основном, происхождение, хотя не только. Она в чужой стране, вот эта царевна, которая выросла еще в тереме, царица Проскофеодны, которая еще помнила в детстве вот этот старомосковский уклад, вдруг, да, оказывается, живущей, герцогиней, живущей совершенно, так сказать, в ином мире, не просто это европейцы, которые приехали в Россию, она оказалась в этом европейском положении. Ну, это все очень хорошо, но что такое Курляндия? Здесь принципиально важный вопрос, что такое Курляндия? Значит, Курляндия, если мы посмотрим на карту Балтики, если мы посмотрим на карту того региона, к которому Петр стремился и в котором он действовал, мы увидим следующее. Мы увидим, значит, территории, сначала, значит, Петр прошел к Балтике, значит, на Германландии, где был построен Петербург, Эсляндия и Лифляндия, которые были присоединены к Российской империи по результатам Северной войны. А дальше к югу уже от этих российских владений, которые были отвоеваны практически, да, у Швеции, к югу находилось герцогство Курляндии и Семигали. Это было довольно сильное государство, которое выходило на Балтику и достаточно мощное государство. Вот мы сейчас этого тоже, может быть, точно в полной мере не осознаем, а в 17 веке, между прочим, маленькая Курляндия пыталась построить колониальную империю. У нее были колонии, ну, недолгий период времени, потому что они не смогли удержать, но, тем не менее, тринедаты Табаго в Карибском бассейне. И у берегов, значит, Африки, да, тоже, значит, была попытка закрепиться. То есть, на самом деле, не только такие крупные государства, там, как Португалия, Испания, Англия, Франция, Голландия, да, ну, и такие небольшие, как Курляндия, тоже пытались поучаствовать в колониальном разделе мира. Представляете, небольшое государство, оно достаточно сильное с точки зрения флота, с точки зрения, так сказать, политики, с точки зрения значения. Это герцог Якоб такой был в 17 веке, герцог Якоб, очень популярный в Латвии, кстати говоря, можно сказать, национальный герой. И вот это Курляндия, да, Курляндия, которая играет на Балтике очень большую роль. Очень большую роль. Значит, если у нас Анна Иоанновна становится герцогиней Курляндской, значит, мы можем влиять на Курляндию, и таким образом влияние России идет дальше по Балтике к югу от тех владений, которые присоединяются по результатам Северной войны. То есть, не с помощью завоевания, а с помощью династической политики. Да, династический момент, династическая политика. Теперь давайте пойдем дальше. Значит, после Курляндии по побережью Балтики, но идет территория Речи Посполитой. Речь Посполитой это союзница Петра, там Август знаменитый, значит, Август сильный, все замечательно, они друзья, можно сказать. Дальше, значит, идет северная часть этой территории, значит, немецких государств. Немецких государств. Германия не была объединена, да, было, наверное, количество разных королевств, там, Пруссия, значит, герцогства и прочее. Вот, значит, дальше на юге Балтийского моря находится герцогство Микленбург. Находится герцогство Микленбург-Шверинское герцогство. И вот в 1716 году Петр выдает старшую сестру Анну Екатерину Иоанновну за герцога Микленбург-Шверинского Карла Леопольда. Она отправляется туда, да, значит, вот Россия продвигается династическим путем дальше на запад по южному побережью Балтийского моря. Вот, Екатерина приезжает, значит, там семейная жизнь, она становится, так сказать, достаточно сложной с какого-то момента. Карл Леопольд вообще очень фигура такая неоднозначная. Вот, тяжело с ней было, Екатерина была характером достаточно сильная женщина. Этот брак распадается через какое-то время, но она по, так сказать, по собственной инициативе возвращается в Россию вместе с маленькой дочерью Елизаветой Екатериной, Кристиной, ну, лютеранкой, естественно, да, которая потом становится уже при Анне, становится Анной Леопольдовной. Вот так появляется эта Анна Леопольдовна, дочь Микленбург-Шверинского Герцога, но это же тоже политика Петра, да, к продвижению на Балтке. Теперь дальше, если мы пойдем еще дальше на Запад, мы увидим, что море, значит, делается поворот, появляется полуостров Ютландия, да, и, значит, на севере Дания находится, а на юге между Данией, значит, да, и основным конгломератом германских земель находится Герцога-Штейн-Гаторвская, столица в городе Киль. Да, тоже очень важный, так сказать, элемент вот этого балтийского, геополитического, если можно так выразиться, пространства. Значит, у Петра старшая дочь Анна от брака с Екатериной, к которой мы еще, я надеюсь, вернемся, да, вот, тоже уже, значит, девушка на выдании, и он устраивает брак, который состоялся уже после смерти Петра, но фактически, так сказать, это все было подготовлено еще Петром, с герцогом Карлом Фридрихом Галштейн-Гаторвским, понимаете, то есть он и свою, и дочь тоже, значит, присоединяет к вот этой балтийской политике. Значит, Галштиния тоже становится, становится династически связанной с Россией. Это тоже Балтика, значит, балтийский, вот этот вот круг идет дальше. Дальше, если мы пойдем еще выше, Дания, союзница Петра, она и так союзница Петра, датский король, значит, союзник Петра в Северной войне. Дальше идет Швеция, с которой Петр воюет, Карл XII, да, но не будем забывать, что это Карл Фридрих, герцог Гаштейн-Гаторвский, является также родным племянником Карла XII, то есть он и его последующие потомки являются потенциальными наследниками шведского престола. И действительно так это и было, потому что у Карла Фридриха Анны Петровны родился сын Карл Петер, будущий российский император Петр III, но до того, как он стал наследником российского престола, он считался наследником шведского престола, и его готовили к тому, что он будет шведским королем. Значит, круг замыкается, и вся Балтика таким образом, путем вот этой династической политики, оказывается связанной со сферой влияния России. То есть Петр, физически закрепившись на Балтике и выйдя на Балтийское море, пытается еще закрепить и весь Балтийский регион вот этой династической политики. И это совершенно гениально, потому что очевидно, что все это время идет Северная война собственно со Швецией, которая на севере Балтики, и он не только, скажем так, сделал своими союзниками весь юг Балтики, так еще и через них запустил корни туда, в Швецию. Конечно, конечно, запустил туда. Понимаете, вот это потрясающая совершенно вещь. Теперь еще один брак, значит, всего было таких четыре брака, вот при Петре, начальных браков, а трех мы сказали. Еще один брак, очень важный, кто является наследником Петра Первого. Царевич Алексей Петрович, старший сын, ну, естественно, сын, значит, Евдокии Лопухиной, ну, законный, русский царевич и так далее. До 1715 года, до того, как у Петра родился сын от Екатерины, значит, вот Алексей был, естественно, естественным наследником отца. В 1711 году Алексей Петрович тоже женится, и женится он на принцессе Шарлотте Бруншвейгской, Шарлотте Кристины Софии Бруншвейг-Вольфенбютельская, и брак от этого оказывается возможным, потому что невеста не переходит, значит, в православство, она остается лютеранкой, она остается лютеранкой, Алексей остается, естественно, православным, значит, никакой религиозный вопрос здесь роли не играет, она так и остается лютеранкой, она приезжает в Россию и умерла в России, тоже оставаясь лютеранкой. Ну, ее называли там Наталью Петровну, в России, да, но при этом она была вот этой самой Шарлотте. Возникает комический вопрос, а что, так можно было? Да, так можно было. Так вот, я вам скажу, что в Российской империи вообще-то и в более поздний период могли быть браки между католиками и православными без всякого перехода веры. Вот, и вот, значит, этот брак, да, ну, что такое Броншвейк, Вольфенбютель? Вот вы знаете, что такое Броншвейк, вы не знаете, да. Вообще понятия, я имею в виду, где это. Для вас это просто как это, наверное, для большинства, да, это какая-то немецкая, да, государь, да, Вольфенбютель, ну, там хороший, в общем, надо сказать, город, вот, там, значит, библиотека знаменитая этих герцогов есть, вот, но тем не менее, что это такое? Да ну, какая-то маленькая, но дело-то, но дело-то не столько в Броншвейк, Вольфенбютеле, она была женой Карла Габсбурга, который в 1711 году стал императором Священной Римской империи германской нации Карлом VI. Понимаете? То есть через этот брак, через этот брак наследник русского престола становится свояком императора Священной Римской империи. И самой мощной династией Европы. Самого главного государства Европы, понимаете? Империи соединяются, по сути дела, империи соединяются через этот брак вот таким вот тесным образом. Почему потом Алексей оказывается в Европе именно во владениях Карла VI, да, он едет к своему родственнику туда. И потом получается, что у Алексея и Шарлотты дети, значит, там Петр II, наш будущий император, а у Карла VI тоже, но у него не было сыновей, там, да, но дочь его была Мария Терезия. Мария Терезия это двоюродная сестра нашего императора Петра II. Понимаете? Ну, она, он умер просто рано, да, естественно, так сказать, там не произошло дальше никакого наследства. Но если бы это было так, то династия Габсбургов и династия российских императоров, это были две ветви, по сути дела, одного генеалогического древа. Те связаны тесными родственными узами. Вот ситуация, понимаете? Статус империи, российской империи, он уже подготавливается тем, что российская империя становится не просто равновеликой священной римской империи, но и оказывается сопряженной с ней династическим образом с помощью вот этого брака. Вот политика Петра, понимаете, насколько она продуманная. Потому что значения имели не просто то, что принадлежали там грушевикам или каким-то другим династиям, понимаете, а значения имели их родственные генеалогические связи, которые были очень существенны в этой династической карте Европы. Не размером территории определяло значение государства, не то, что маленькое анхальцерпское княжество и огромная российская империя, как с Екатериной Великой. Да-да-да. В 1996 году была первая конференция о Екатерине Великой, научная конференция о Екатерине Великой, масштабная в России, в Петербурге. И я хотел тоже туда поехать и думал, ну что же, мне вот не было времени там что-то готовить такое более-менее серьезное. Я подготовил доклад о генеалогии Екатерины Великой. Но я ничего особенного не сделал. Просто собрал материал и изложил его в определенном порядке. Этот доклад произвел очень большой интерес. Можно сказать, даже некоторый фурор, потому что в представлении всех это было вот так. Понимаете, какая-то бедная нищая оборванка пришла сюда. А на самом-то деле, да, это не просто одна из древнейших династий Европы, но это династия, которая связана многими нитями с важнейшими государствами Европы. И, конечно же, это элемент, чрезвычайно важный элемент международной политики, не только династической, но и вообще внешней политики страны. И вот это вот очень существенная вещь, которую нужно иметь в виду. Если Пётр так продуманно пристраивал своих родственников на династической арене вот этой, тогда что с ним самим? Потому что его собственная супруга Екатерина, она вроде бы без рода, без племени, толком никто даже не знает, что это такое. Пётр здесь осуществил вообще какую-то вещь, которая, конечно, была шоком для общества. Но для деятельности Петра вообще была шоковая терапия. Более того, без рода, без племени. Она ещё и уже второй раз замужем получилась? Ну, там это не очень ясная история была. Она там замужем не была, она замужем. Вообще о её происхождении бывают разные версии. Надо сказать, что она Марта Скавронская. Это, так сказать, одна из версий, но наиболее распространённая, наиболее обоснованная. Понимаете? На самом деле мы так толком не знаем даже, так сказать, точного времени её рождения. Но это есть сведения, но это всё очень так туманно. Да, действительно, значит, у него произошла ситуация, когда он, значит, Евдокий Лопухину отправил в монастырь, по примеру своих отдалённых предков, родственников Рюриховича, отправил его в монастырь, то есть фактически оказался развод. Бедный Евдокий оказал в том самом Покровском Суздальском монастыре, куда всех, значит, жён, начиная с Ломании Соборовой, ссылали. А дальше, значит, Пётр в 1703 году, значит, попала в плен во время Северной войны вот эта Марта, и она, значит, оказалась при Петре, рядом с Петром, вот, он, значит, её взял, там была любовь, конечно, вот, она была такая женщина, понимаете, она была женщина, которая была подстать Петру, вот, ему нужна была не просто, там, какая-то эфемерная, там, или какая-нибудь, там, московская девушка, а ему была нужна женщина, которая могла бы с ним быть везде, там, в походах, всюду, понимаете, которая была вот такая вот, настоящая, так сказать, баба, извините меня, да, вот, ну, такая, коняна-кокоска. Ну, Екатерина была именно такая, очень сильная была женщина, активная, деятельная, действительно, помогала ему, поддерживала очень сильно на протяжении его деятельности, вот, он её привёз, значит, он её привёз, он её привёз в Москву, значит, он отдал её своим родственникам, она жила у них, там, на воспитании, Наталья Алексеевна, сестра Петра, значит, с ней занимался очень много, ну, нужен был русский язык, там, всё, вот, в конечном итоге, её крестили под именем Екатерины Алексеевны, причём Екатерина, это имя сестры Петра, царевны Екатерины Алексеевны, такая была у неё старшая сестра, но от Милославской дочь Алексея Михайловича, то есть родная сестра Софьи, вот, но эти сёстры, они в основном, как-то, так сказать, более-менее поддерживали, Софья была против, вот, Екатерина Алексеевна, а Алексеевна, потому что, значит, её крёстным отцом был царевич Алексей Петрович, царевич Алексей Петрович, сын Петра, сын с первого брака, Поэтому Екатерина Алексеевна, почему возникла эта Екатерина Алексеевна? Это все очень тоже интересно, эти имена работают. И вот Екатерина Алексеевна, и стали рождаться дети, стали рождаться дети. Там родились мальчики, которые умерли в младенчестве, потом родилась в 1708 году дочь Анна, потом в 1709 году родилась дочь Елизавета, то есть это все были дети, но они были дети добрачные, не было официального отношения, эти не были никак узаконены. И они поженились, обвенчались уже в 1712 году, в 1712 году было свадебное торжество, Петр официально сделал Екатерину своей супругой, а дочки оказались привенченными, то есть они добрачные, но оказались привенченными. Кстати говоря, этот факт, что они добрачные, он потом сыграл некоторую роль в том, что в определенных коллизиях, так называемой эпохи дворцовых переворотов, определенные силы Анну и Елизавету не воспринимали в качестве законных наследников царской семьи. И вот в 1712 году этот брак состоялся, Екатерина Алексеевна оказывается, ну что, русской царицей, да, вот абсолютно безродная девушка иностранного происхождения, оказывается русской царицей. Потом там в какой-то момент, ну это уже после смерти Петра, когда, значит, заявились к ней родственники Скавронские, Гендриковы, Ефимовские, значит, братья, сёстры там и так далее. И дальше рождаются, значит, дети, но здесь, к сожалению, брак был в плане потомства очень несчастливый, потому что все дети, довольно многочисто, надо сказать, они умерли в младенчестве. Они умерли в младенчестве. И в 1715 году родился сын Пётр, Пётр Петрович. Пётр Петрович был такой, значит, вот сын Петра и Екатерины. И Пётр решил именно его и сделать своим наследником, потому что Алексей Петрович от отца был далёк, и у них взаимоотношения были очень сложные, очень сложные. Ну и дальше, значит, это вот трагическая история взаимоотношений с Алексеем. Мы не будем сейчас на ней останавливаться подробно, это уведёт нас в сторону. Ну, в общем, закончившаяся тем, что в 1718 году царевич Алексей погиб, а Пётр, вот этот маленький Пётр Петрович, он официально наследник Петра, он официально был объявлен наследником Петра. А сколько ему было в 18? Но в 1719 он умер, значит, он родился в 15, он умер в 19. То есть он прожил примерно 4 года, да, и всё. И дальше сыновей уже, значит, никаких взрослых у Петра не осталось. И у него остались только вот дочери, у него остались только дочери. От Екатерины остались только дочери. И вот здесь возникла очень такая сложная коллизия, да, что делать дальше, потому что опять династия, оказывается, сужается. Буквально там, ну, у Алексея Петровича и Шарлотты тоже были дети, у них была дочь Наталья и сын Пётр, который родился в 15 году тоже, да, но он тоже маленький мальчик, это внук Петра, Пётр Алексеевич, сын вот этого царевича Алексея, но он маленький мальчик. И здесь возникает вот эта вот очень сложная ситуация. Как быть? Как быть? Потому что кто наследник? Значит, остаётся вот, ну, по идее, по логике, московского престола наследия старого, это должен быть вот этот внук Пётр Алексеевич, да, но который вот 15-го года рождения, ну, сколько ему? Он ребёнок, фактически, да. Значит, если Пётр умрёт, то останется малолетний император. Как управлять? Как? Что делать? Да, это же проблема большая. Ну, и поскольку это ветвь вот та, которая Петром была, скажем, мягко не очень любима, да, надо было... А всё остальное женщины, а всё остальное женщины. Вот эти племянницы, значит, да, дочери, вот всё остальное женская часть семьи большая. И тогда в 1722 году, 1722 году, Пётр издаёт устав о наследовании престола. Вот обычно говорят, что этот устав заложил основу того, что происходило в России после Петра. Вот эта эпоха, так называемых, дворцовых переворотов по определению Ключевского, которое, в общем, определение вошло в науку. Вот это как бы результат до некоторой степени такого люнтаристского решения Петра относительно престола наследия. Но я хочу подчеркнуть, что у него просто не было, по сути дела, другого выхода. Когда круг потенциальных наследников очень мал, очень мал, то нужно как-то эту проблему решать. И Пётр в 1722 году делает кардинальный шаг. Если раньше престол наследия было более-менее очевидным, престол передавался по прямой мужской линии, ну, понятно, да, это традиция, которая, кстати, не была официально прописана, это не было законодательно закреплено, то теперь Пётр вводит новый порядок престола наследия. Значит, император может передавать престол по завещанию. Возникает завещательный характер престола наследия. Император передает престол по завещанию тому из родственников, но из родственников, конечно, имеется в виду, естественно, царская фамилия, не просто там Меньшикову или Толстому, или кому-то ещё. Тому из родственников, кого сочтёт наиболее подходящим и достойным для дальнейшего правления. И вот это позволяет делать престол наследниками не только особо, так сказать, мужского пола, происходящего по мужской линии, как Пётр Алексеевич, но и женщин, например, и потомков по женским линиям и так далее. То есть вот в этой ситуации это до некоторой степени спасение, выход какой-то из этой вот патовой ситуации хоть какой-то, потому что невозможно, когда только один наследник, тем более малолетний, с которым может всё что угодно произойти. К моменту смерти Петра I внуку было, будущему Петру II, было всего 10 лет, всего 10 лет, понимаете, значит, естественно, самостоятельно править он не мог. Надо было как-то этот вопрос решать. И Пётр, по-видимому, предполагал, ну, в какой-то степени предполагал, наверное, передать престол, вот, ну, как-то закрепить его за семьёй Екатерины и за потомство от Екатерины. Во всяком случае, в 1724 году состоялась первая коронация императорского типа в России. Пётр короновал свою супругу Екатерину Алексеевну императрицей. Императрицей, потому что Пётр был венчан царём, как мы знаем, ещё в детском возрасте, а здесь никакой коронации ведь её не было, был только брак, и вот была, что это коронация. Это первая коронация, которая происходила по европейскому образцу. Корона стала, значит, да, европейской, не то, что царские венцы старые, ну, и понятно, значит, женщина короновалась, женщина короновалась, то есть она стала императрицей при муже императоре, при муже императоре. Но отношения Петра с Екатериной в конце его жизни испортились, испортились, и, в общем, ситуация была очень неопределённа. Пётр не воспользовался правом завещания, то есть он не реализовал свой устав о наследии престола, и у него завещания не осталось. Ну, есть знаменитые легенды о том, как он перед смертью, слабеющей рукой, значит, на этой, на доске там, да, написал, отдайте всё, а кому дописать не успел, выпал, значит, инструменты для письма, всё, упал, и он умер. Вот. Это, конечно, абсолютная легенда, никакого отношения к реальности не имеющая, не имеющая. Поэтому, когда мы смотрим странный сериал «Тайны дворцов. Переворот» Светлана Дружининой, где в первой серии, значит, идёт речь о каком-то, о люсте бумаги, на котором что-то написано, и они, значит, там его прячут, друг у друга вырывают. Это, конечно, полный, абсолютный абсурд. Вообще «Тайны дворцов. Переворот» фантастический сериал, не имеющий отношения к реальной истории России, вообще практически никакого. Так вот, значит, завещания нет. Завещания нет. И в этой ситуации сталкиваются две силы, потому что есть соратники Петра, прежде всего, Меньшиков, которые, конечно, опираются на Екатерину, которые, конечно, сделали себя сами, как говорится, да, своей службой, поднялись из низов фактически до высот государственного правления. И есть Пётр Алексеевич, внук, вот этот вот десятилетний, который является по старой московской традиции прямым наследником, и вокруг него сплачивается старая родовая аристократия, которая, тем не менее, служит при Петре и продвигается наверх, да. Это князь Голицын, это князь Репнин, это Долгоруков, вот они вокруг Петра, да, потому что они сторонники вот этой старой традиции. И, конечно, понятно, что вот этот династический конфликт, это династический конфликт, не просто конфликт, а это конфликт старого и нового в значительной степени, что, в общем-то, правление Петра II и продемонстрировало в будущем. И вот этот конфликт разрешается гвардии, разрешается гвардии, происходит такой, так сказать, ну, условно говоря, переворот, если можно, ну, вполне. Нет, гвардия по настоянию которой Сенатова провозглашает императрица Екатерину Алексеевну. Впервые в российской истории, впервые в российской истории после книги Ни Ольги. Женщина становится во главе государства. А там юридически это как-то нужно было оформлять? Она же уже была императрицей, венчаной Петре. Нет, но венчань, конечно, нет, не было венчания, нового венчания не нужно было, естественно, да, но просто она становится официально правящей императрицей. Она была венчана, была императрицей, консортами, сможет так выразиться, да. Вот, она стала правящей, просто императрицей, вот, значит, зашла на престол Екатерина I, Екатерина Алексеевна стала императрицей, первая женщина на русском престоле. Она была императрицей никакой, вот, потому что она, значит, это расслабилось, отдала все управление Александр Данилович, меньше кого, образовал, значит, Верховный Тайный Совет. И, значит, фактически она государственными делами не занималась, не занималась. А дальше, значит, ну хорошо, она императрица, она, значит, есть. У нее дочери Анна и Елизавета. Но Петр Алексеевич, внук Петра же остается, никуда же не денешь, значит, все равно мужчина есть, значит, рано или поздно после смерти Екатерины, значит, в престол, то должен перейти к Петру Алексеевичу. Это прекрасно понимает Меньшиков, это прекрасно понимает Меньшиков, который, значит, продумывая то, как ему остаться у власти и не потерять свое положение, решает осуществить брак, значит, Петра Алексеевича со своей дочерью Марией, то есть породниться с императорской фамилией и тем самым удержать власть в своих руках и в следующем императоре, да, прекрасная идея. И Екатерина подписывает завещание, тестамент, вот она первая, кто воспользовался этим правом завещания, подписывает тестамент, согласно которому ее наследником является Петр Алексеевич, все в порядке, настоящий, значит, внук Петра I, который должен стать императором, а в случае бездетной смерти Петра Алексеевича престолу наследует Анна, дочь Екатерины и Петра, старшая Анна, и ее потомство, а после пресечения этого потомства Елизавета и ее возможное потомство, а после пресечения этой линии старшая сестра Петра Алексеевича, то есть внучка Петра Натальи Алексеевны, у него еще была Наталья Алексеевна сестра, которая так и не вышла замуж и умерла во время его правления, вот Наталья Алексеевна и ее потомство. То есть таким образом престол может передаваться женщинам и может передаваться по женским линиям, но с одним очень важным условием, о котором нужно сказать. Нужно было, чтобы наследник престола был православным и чтобы он не занимал никакие другие престолы. А почему против личной унии-то она выступала? Ну, потому что, значит, вот если зарубежный государь, государь зарубежной страны становится, он же может быть любой страны, да, это же, так сказать, непредсказуемая вещь, да? А, она обезопасила это как бы от такого рода захвата, да? Да-да-да, от каких-то вот таких вот, ну, это же непредсказуемая, понимаете? Ну что, ну хорошо, Анна вышла замуж за, значит, да, герцога Галштинского, у нее потомство, дальше-то как, да, если из-за этого выйдет за каком-то там, я не знаю, был план брака, значит, Элизаветы с Людовиком XV, условно говоря. Король Франции становится императором России, да? То есть это вот такая вот коллизия очень, так сказать, тонкая в этом отношении. Вот это было завещание, завещание Екатерины, завещание Екатерины. И дальше Екатерина скончала в 1727 году, и согласно завещанию становится императором Петр Алексеевич, Петр II, внук Петра от царевича Алексея. Петр II, император, он переводит фактически столицу государства в Москву, он переезжает в Москву вместе со своим двором. Вот планы Меншикова рушатся, там возникает борьба придворных группировок, о которых сейчас мы тоже не будем говорить. Вот, Меншикова ссылают, рядом с Петром II оказываются князья Долгоруковы, которые просят ему в невесту, княжну Екатерину Алексеевну Долгорукову. А ему лет-то в этот момент сколько, 12? Ему мало лет, да, ему номер 15-летним, 15-летним. Вот, значит, планы брака уже строят, потому что нужно же побыстрее все осуществить. Вот, и Петр практически накануне своей свадьбы с Екатериной Долгоруковой умирает от оспы в Москве в 1730 году. Вот умирает последний из Романовых, из рода Романовых, из рода Романовых по мужской линии, последний представитель рода Романовых умирает без потомства. То есть на самом деле выход только один, это женские линии и женщины. Все, понимаете, значит, мужских потомков по прямой мужской линии нет. Что оказывается в 1730 году, когда умер, внезапно достаточно, умер Петр II? Что, какова ситуация, кто остался, да, кто остался? Осталась Елизавета Петровна из детей Петра и Екатерины, только Елизавета. Анна к тому времени уже умерла. Да, она уехала в Галштиню, она скончалась там после того, как она родила, при рождении сына, родила сына Карла Петера. Есть вот этот вот внук Петра от Анны, который находится, живет в городе Киле. Ему два годика всего, этот Карл Петер, который потом становится императором Петром III. Вот он там вдалеке. Он наследник Галштинского престола, наследник Шведского престола потом. Вот. И это все потомки Петра I. Два человека. И плюс еще есть три дочери царя Ивана Алексеевича. Пять человек, понимаете? Пять человек потенциальных наследников русского престола. Так, а этим дочерям тоже, наверное, лет-то много. В которых один двухлетний младенец и четыре женщины. Да. И четыре женщины. Вот что делать в этой ситуации? Ну, по идее, по тестаменту Екатерины, престол должен был перейти к этому... К мальчику. К мальчику маленькому, да, двухлетнему. Да. По идее. Ну, это же что, как это, да? Двухлетний младенец теперь, начнем пирата. А Верховный Тайный Совет, большую роль в котором как раз играют Долгоруковы и князь Дмитрий Михайлович Голицын, собирается на свое совещание, что делать. И Дмитрий Михайлович Голицын предлагает такой очень интересный вариант, который во многом для Верховного Тайного Совета спасительный. Пригласить на русский престол кого-то из дочерей Ивана Алексеевича. Понимаете, они не воспринимают вот эта старая аристократия, они не воспринимают детей Петра и Екатерины, вот дочерей Анну и Елизавету, законными наследницами. Потому что они добрачные. И, соответственно, и потомство от этого, какое имеет отношение к России, дочка Чухонки, почему она должна быть русской императрицей. Они как бы исключают заранее, исключают это потомство Петра и Екатерины вообще из престолонаследия. И оказывается, что выход это кто-то из дочерей Ивана Алексеевича, потому что Иван Алексеевич русский государь, русский царь, Просковь Федорна Салтыкова, его супруга русская царица, вот законный хороший московский брак, и вот они русские царевны-то, вот они три русские царевны перед нами. И Дмитрий Михайлович предлагает позвать... Значит, Екатерина Ивановна в России живёт за своей дочкой. Но Екатерина Ивановна, так сказать, нравом такая достаточно крутая женщина. Просковь Ивановна, но она никакая особенно не была. И Иван предлагает позвать Анну. Анна живёт в Курляндии, Анна вдалеке. В чём здесь интерес Вани? Потому что возникает проект ограничения самодержавия. Верховный Тайный Совет подготавливает кондиции, то есть определённые условия, на которых хочет Анну пригласить. А условия-то такие, что Анна фактически шага не может вступить без Верховного Тайного Совета. Она не может ничего. Не объявить войну, не заключить мир, не жаловать в чины, в большие. Ну, просто практически ничего. Она всё... Один шаг до превращения России в конституционную монархию. Конституционную монархию вот такого даже английского, можно сказать, типа какого-то. И как бы Верховный Тайный Совет будет править. То есть это олигархия, на самом деле. Такая аристократическая олигархия. Вот они будут править, и Анна будет, по сути дела, выполнять их волю. И, конечно, они рассчитывали на то, что Анна, которая сидит в Галштине, ей там тошно, плохо. Почитайте письма, ей опубликовано всё, и в интернете прекрасно есть эти публикации ещё 19 века. Анна пишет эти письма Петру, Екатерине, понимаете. Это батюшка, дядюшка, батюшка, всё, ей плохо там, она там страдает. То есть она так и не смогла стать европейской барышней. Она там, да-да-да, ну, конечно, там были при ней там люди, потом там Бирон был при ней, как-то она утешилась, да, с Эрлстом и Аганом. Там были, так сказать, такие очень твёрдые отношения и чувства настоящие. Вот, да, но всё равно, даже чужое окружение, что она там, ну, кто она там. Оттуда ей предлагают престол России. Ну, кто откажется? Ну, кто откажется? Да, и, конечно, расчёт совершенно точный, да, когда посланцы Верховного Таинсоэта прибывают к Анне, она уже знает о смерти Петра, вот, она, конечно же, соглашается. Конечно, соглашается, её везут в Москву, она, то есть, по сути дела, произошёл выбор, да, потому что выбор государыни, выбор государыни. Не завещание, не какие-то вещи, а вот такой выбор государыни. И Анна приезжает в Москву, Анна приезжает в Москву, а затем в Москве происходит то, что и прекрасно все знают, да, когда под нажимом гвардии Анна восстанавливает, как бы, свою самодержавную власть, разрывает эти кондиции. Кстати, экземпляр этот есть в архиве, надорванный, надорванный, да, и он сохранился. Вот, разрывает кондицию, и начинается правление Анны. Анна, это 10 лет, 1730-1740 год правления Анны. И вот тут ситуация совсем сложная, потому что у Анны остаётся только три потенциальных наследника. Живёт Елизавета, естественно, в России, да, растёт там в Галштине этот Карл Петер, которого при дворе Анны именуют чёртушкой, вот, который, значит, потенциальный наследник. А потомство Ивана Алексеевича, сёстры умерли, а осталась только вот дочь Екатерины и Карла Леопольда, вот эта вот лютеранская девочка, племянница Анны, племянница Анны. И Анна устраивает очень интересную вещь. В 1731 году устраивается присяга, значит, манифест был об учинении присяги в верности наследнику Всероссийского престола, который, это я, императорского величества, будет назначен. Наследника нет, но присягают будущему наследнику неизвестно кому, да. И в конечном итоге этим наследником становится сын вот этой вот, значит, Анны Леопольдовны. Эту дочь Екатерины, то есть племянницу Анны, она принят православие, её называют в России Анной Леопольдовной. Он становится от Анны Леопольдовны, ей начинают искать женихов, и в конечном итоге в 1739 году Анна Леопольдовна выходит замуж за принца Броншвейг-Вольфенбютельского Антона Ульриха. Если вы помните, значит, Петровскую историю, то Броншвейг-Вольфенбютель знакомое сочетание, оно уже было, оно уже было. Это Антон Ульрих, это племянник императрицы Елизаветы, империца Священной Римской империи, и, соответственно, племянник Шарлотты, жены царевича Алексея Петровича. То есть это всё тот же династический круг. А сестра Антона Ульриха, это жена Фридриха Великого, это прусская королева. Хотя Фридрих Великий с ней, так сказать, не имел никаких особенных отношений, был далёк от неё, но, тем не менее, формально это так. Она тоже династический брак. Антон Ульриха, оказывается, в России. Рождается в 1740 году сын, которого называют Иоанн, в честь своего прадедушки, значит, Ивана Алексеевича, да, по женской линии его потомок. Иоанн Антонович, возникает Иоанн Антонович, вот этот вот сын броншвейгского герцога и мекленбургского герцоги, потомок царя Ивана Алексеевича, внучатый племянник Анны, и становится её надеждой. И становится её надеждой. Младенец, который, значит, становится наследником престола. И Анна завещает престол именно ему, но поскольку он маленький и править не может, то регентом становится фаворит Анны Эрст и Аганбирон. Эрст и Аганбирон, который, как бы, ну, по сути дела, обладает всей полнотой власти в Российской империи. Дальше при дворе Иоанна Антоновича. Иоанна Антоновича называли Иоанн Третий, между прочим. То есть он у нас как-то Иван Шестой. Иван Шестой, потому что мы считаем от Ивана Калитрея. Тогда считали от Ивана Грозного, и тогда, значит, он был Иоанн Третий. Император Иоанн Третий. Вот, несчастный совершенно ребёнок. Вот, там, значит, происходит тоже борьба придворных партий. И, в конечном итоге, миник свергает Бирена, и регеншей становится Анна Леопольдовна. То есть мать Ивана Антоновича. Но Анна Леопольдовна была женщиной такой, так сказать, достаточно посредственной. Вот она не понимала разных опасностей, которые могли исходить от, значит, родственников. А кто в России остался из родственников? Только Елизавета. Да. Только Елизавета. И вот тут Елизавета выходит, конечно, на первый план. Ей удаётся сплотить группу, так сказать, своих единомышленников. Вот, конечно, Иоанна Антоновича и Анна Леопольдовна абсолютно не пользуются никакой популярностью, так сказать, в русском обществе. Вот, и Елизавета мотивируя просто тем, что она дочь Петра. Да. Ну, я дочь Петра. Кто здесь? Почему есть какие-то броншвейгские, мекленбургские, вольфенбютельские? Почему есть немцы? Да, вот немцы захватили Россию при Анне. Это же идея Елизаветы Петровны, которая потом так и утвердилась. Да, вот при Анне немцы всё захватили. А мы сейчас освободим от этих немцев. Что они здесь делают? Какие-то, значит, непонятные... Я дочь Петра, да, дочь Петра Великого, я наследница, и всё, я продолжательница его дела. И вот на этом она сыграла. И происходит в 1741 году, 25 ноября, переворот, настоящий, так сказать, государственный переворот дворцов. Елизавета во главе роты Левгвардии Преображенского полка идёт, значит, к Зимнему дворцу арестовывать броншвейгское семейство, что происходит очень просто и быстро. Никто не сопротивляется, вот, и Елизавета Петровна восходит на российский престол. Восходит на российский престол. Ничем это, так сказать, не мотивирует, кроме того, что она дочь Петра и освобождает, как бы, Россию. Ну, насколько я сейчас помню, это, в принципе, соответствует уставу Петра. В принципе, это соответствует тестаменту Екатерины Первой. Так что, формальной точки зрения, она, наверное, такая уж и узурпаторша, как может нам показаться. Да, да, да. Дальше судьба, значит, броншвейгского семейства достаточно печальна, потому что их ссылают. И Анна Антоновича, значит, заключают фактически подарец потом в Шлиссельбургскую крепость. Он не знает, кто он такой, память о нём стирается. В общем, это трагичнейшая история, трагичнейшая страница истории Российской империи. Бедный Анна Антонович погибает уже при Екатерине в 1764 году при неудачной попытке его освободить. Там была, значит, инструкция, что если будет кто-то освобождать, то надо, значит, его убить, что и произошло в конечном итоге. Вот, Анна Леопольевна умирает в ссылке ещё при Елизавете, Анна Леопольевна умирает уже при Екатерине. Там ещё рождается несколько детей, между прочим. У Иоанна Антоновича ещё две сестры и два брата. То есть там ещё тоже есть. Да, да, то есть большое потомство, да. Они все рождаются в своё времена Елизаветы Петровны. Она, значит, ни у кого наследников нет, а у них рождаются. Можно себе представить, как это её досадовало. Вот, ну, Екатерина в конечном итоге решает этот вопрос, потому что она после смерти Антона Ульриха отпускает братьев и сестёр Иоанна Антоновича в Данию. Елизавета решает. Екатерина Вторая, Екатерина Вторая уже решает этот вопрос. Она отпускает в Данию, в Данию к родственнице, потому что датская королева, это их тётка. Вот, и она отправляет их в Данию. Они, значит, живут в Дании. Ну, это очень тоже трагичная история, описанная. Всеми, как они там жили, конечно, им было там плохо очень. Они были люди, которые были оторваны от общения, так сказать, с людьми, с обществом. Вот, и последние из них умирают уже при Екатерине, при Екатерине Великой. Ой, простите, при Александре Первом, при Александре Первом последняя. То есть вот эта вот вся линия Иоанна Антоновича, она, по сути, оказывается вне. И Елизавета Петровна, а Елизавета Петровна только один наследник. Это Карл Петр, племянник, чёртушка. И она сразу же, как только становится императрицей, в 42-м году вызывает его из Галштини, его привозят, он становится Петром Фёдоровичем, и он является естественным наследником Елизаветы Петровны. Значит, круг потенциальных наследников сужается уже там, так сказать, практически до одного человека. А дальше Петру Фёдоровичу нужна невеста. Нужна невеста. И вот этой невестой становится Екатерина Великая, принцесса Анхальцербская, которая была тоже не такая золушка, как нам может показаться. Я думаю, что мы продолжим этот сериал в одной из следующих программ. Бесконечный, как оказалось, сериал династических связей Романовых. Мы сегодня говорили с Евгением Владимировичем Человым о династических связях наших русских царей и императоров. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова